Представляю вашему вниманию один из первых, а скорее всего даже самый первый массовый транзисторный радиоприемник Spidola. Портативный, носимый транзисторный радиоприемник, принимающий средние, длинные и несколько диапазонов коротких волн. Выпускался он на заводе ВЭФ, государственном радиотехническом заводе ВЭФ в Латвии. Что значит вообще слово Spidola? Spidola это имя ведьмы из латвийского эпоса, в переводе на русский означает «сияющая». Вот такое интересное название имел этот сияющий транзисторный радиоприемник. Обратите внимание на форму корпуса приемника, она трапециевидная, характерная для первых выпусков Spidola, трапециевидная форма, сужающаяся кверху корпус. Симпатичный, удобный в обращении приемник с минимумом органов управления. Первые выпуски Spidola имели расширенный коротковолновой диапазон, там была планочка на 19 метров, что позволяло слушать неглушимые, неподвластные глушилкам вражеские голоса. Очень популярный в свое время приемник был, до сих пор пользуется уважением в кругах радиолюбителей. Представляет собой коллекционную ценность Spidola первых выпусков. Посмотрите, пожалуйста, на этот приемник. Узкая шкала верхней части корпуса, на ней у нас диапазоны принимаемых волн отображаются. Что характерно для этого приемника, переключение диапазонов вот здесь сбоку рукояточка. При переключении диапазонов шкала меняется, вот смотрите. Оп, стала другая. Были средние волны, стали длинные. Переключаем далее, допустим, с длинных волн на короткие, вот снова меняется шкала. То есть шкала наклеена прямо на барабане переключения диапазонов, где расположены в этом барабане контуры различных диапазонов, контурные катушки и конденсаторы. А настройка идет посредством вот этой вот рукояточки. И видите, при вращении вот этой рукояточки по шкале бегает ниточка с укрепленным на ней красной такой меточкой, которая показывает, на какую частоту мы настроились. Благодаря вот этой фишке, вот этой вот ниточке с меточкой, вот что Спидола и получила у радиолюбителей тех лет прозвище Ниточка. Вот. Хороший аппарат, продуманный, вот, снимавшийся во многих отечественных художных фильмах, вот, поэтому, как бы, такой заслуживший заслуженную популярность. Чем он характерен? Тем, что, как я уже сказал, имеет минимум органов управления. Это вот две ручечки на передней панели, которые удобно вращать, взяв вот приемник в руки, удобно вращать большими пальцами. Настройка и, соответственно, громкость. Она же включение. И вот переключатель диапазонов. Все. Три органа управления и простейший, как бы, доступный пониманию, с дружественным интерфейсом приемничек у нас в руках Спидола. Сверху вот имеет такую полумягкую ручку для переноски, которую можно откинуть вперед либо назад. Ну, и еще имеет задвижную телескопическую антенну. Вот она, антенна, которая применяется для работы в коротковолновом диапазоне. В коротковолновом диапазоне. Вот. Вот как она работает, давайте послушаем. Хотя у меня довольно плохой прием. Для наследних волна сейчас практически ничего не осталось. Извещательных станций, тем не менее. Поворотом вот этой рукояточки включим приемник. Дадим ему звук. И попробуем что-нибудь поймать. Немножко уйти за колонну. Здесь как-то плана, как сделано. Тут работа уже вон сколько было. Местные помогали во всю команду. Да, и у нас же есть завод, и есть двигатели-стреление. Китайский моторный завод. Они нам помогали выключить бойцом. Честно. Чтобы осталось тысячу, то выучил. Но потом, я думаю, что я буду вынудить ценой. То есть, наши государства. То есть, у нас меры, которые... Так, что мы будем... Ну, вот видите, даже в таком варианте, в условиях плохого приема городского, мы на внутреннюю магнитную антенну этого приемничка смогли поймать пару каких-то радиовещательных станций на диапазоне средних волн. Значит, в принципе, он еще может быть использован по прямому назначению. Не только как украшение вашей домашней коллекции и как исторический экспонат, но и для прослушивания каких-либо радиостанций за городом, я думаю, прием будет лучшим. Симпатичный корпус пластмассовый с декоративной акустической решеткой, за которой скрыт круглый динайдок. Вот контуры его проглядываются. Значит, корпус по бокам имеет черный цвет и задняя стенка, крепящаяся на двух винтах, вот, за которой скрыты батареи питания. Он питается от шести элементов, типа 373. Вот, и, соответственно, отместив вот эти два винта, не выпадающих, можно получить доступ к батарейному отсеку, поменять батарейки. Работать на них довольно долго. Один комплект элементов питания. Порядка, я думаю, 300 часов он вполне на нем может работать. Безостановочно, потому что потребляет небольшой ток. И, соответственно, приемничек достаточно удобен к эксплуатации. Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать про этот спидол. Спасибо за внимание. До свидания.